Информации о правильном питании действительно много, но она совершенно не структурирована и даже вредна. Питание как таковое основа нашей жизни – это то лечение, которое никогда не поздно и никогда не рано начинать. Это то лечение, которое приносит удовольствие. Разумный человек, он не должен все время думать о том, что, сколько и когда ему съесть. Он это должен иметь закрепленным уже из семьи. Стол обходится без оливье или селедки под шубой. Так вот, сегодня мы хотим поговорить о том, как организовать не только вкусный, но и полезный новогодний стол. На какие продукты стоит обращать особое внимание, потому что они влияют на наше здоровье, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. И что такое, в конце концов, сбалансированное питание и какие проблемы оно помогает нам разрешить. Все это обсудим с нашими гостями в студии ОСН сегодня. Ольга Ванатова, председатель общероссийского общественного движения «Стройная Россия». Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Фатима Цгоева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Центра эндокринологии Минздрава России. Фатима Хаджмуратовна, здравствуйте. И дистанционно с нами Светлана Сметанина, доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета. Светлана Андреевна, мы также вас приветствуем. Добрый вечер. Нашим зрителям напоминаю, что можно присылать свои комментарии, вопросы спикерам. Сделать это можно в приложении WhatsApp. Номер телефона на ваших экранах 8 925 788 33 88. Пожалуйста, подключайтесь. Мы же начнем потихоньку разбираться в нашей сегодняшней теме. И, Ольга Владимировна, у нас с одной стороны желание и вот это волшебство новогодних праздников, всегда это семейные чаще всего застолья с обильными новогодними столами. А с другой стороны, мы вот если задумаемся без какой-то там паники и вот этого вот всего стресса предновогоднего, у нас же есть определенные наметки, что питание должно быть и сбалансированным, чтобы это не значило осознанным и более-менее здоровым. Как нам правильно расставить вот все эти акценты и на что не стоит, знаете, как оперативно реагировать, эмоционально реагировать, а надо вот утвердить это в себе и уже тогда принимать какие-то решения по продуктам? Ну, хотелось бы сказать, что Новый год, новая жизнь, мы начинаем все с нуля. И вот с понедельника или там со вторника, а тут с 1 января мы начинаем новую жизнь, новое питание. Конечно, каждый раз мы себе даем зарок и, к сожалению, не все начинают эту новую жизнь, но хотелось бы сказать, что у нас до начала пандемии, а мы знаем сейчас, как бы нам не хотелось праздника, но вот это вот наш хвост ковидный, да, вот скажем так, который немножечко скорректировал поведение россиян. В начале пандемии мы провели социологический опрос и спросили отношение населения к осознанному питанию. Вот на начало пандемии эти цифры составляли 36%, то есть 36% населения наших респондентов ответили на то, что да, действительно, мы осознанно питаемся, мы смотрим, из чего состоят наши продукты, мы смотрим, что у нас на столе. И буквально вот в октябре этого года мы тоже провели опрос, цифры осознанности выросли на 20%, то есть уже больше, даже не на 20%, но там с хвостиком, да, около 62% людей осознанно стали относиться, хотя бы некоторые конкретно так осознанно, а другие более так подходить со смыслом к своей пище. Ну вот видите, уже как бы такой пандемия... То есть пока сидели дома, россияне почитали все-таки... Ну я бы сказала не то, что они сидели дома, я думаю, что вот вся ситуация вот эта вот с ковидом, да, и ситуация с иммунной системой человека, я не знаю, они обратили внимание на свое здоровье. И у нас стало больше, скажем так, осознанности, ну, осознанного подхода к своему столу, что мы едим. Это вот, скажем так, ну, видите, такая тенденция, все-таки какая-то динамика положительная. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, но уже уйдем в сторону, новогодний стол это прекрасно, и эта тема всегда, она такая актуальная и радостная, но в то же время мы видим, что не все россияне в то же время, да, которые, ну, как бы, ну, россияне, или там я уж не беру других жителей планеты, потому что мы стройная Россия все-таки, вот. Получается, что сегодня, когда я готовилась к этому эфиру, ну, такая была на позитиве, и думала о Новый год, новогодний стол, раздался звонок, да, звонила одна мама, и, к сожалению, вот, допустим, к нам стали поступать такие обращения, что девочка, 14 лет, с анорексией, и что нам делать, куда нам бежать, кому обращаться. Ведь, понимаете, получилось так, что когда мы начали заниматься глубоко этой проблемой, тоже проблемой питания россиян, мы увидели, что мифы-то все равно никуда не делись, мифы не развеялись, и многие черпают где информацию? В интернете. Естественно, в интернете. И эта девочка, да, которая вот оказалась в такой сложной ситуации, сейчас мы будем, я надеюсь, с этим разбираться, и опять, при помощи кого мы будем разбираться? При помощи профессионалов. Поэтому для нас самое главное, чтобы мифы развеяли профессионалы, потому что, опять же, по нашему опросу, который мы провели, да, у нас получилось, что информированность граждан, они говорят, да, 28% где-то респондентов, говорит о том, что мы можем узнать в интернете или вообще там, ну, не знаю, в СМИ информацию о правильном питании, как себя вести, что есть, что правильно, что неправильно, да, там действительно хорошая информация. Но 51% говорит о том, что информации о правильном питании действительно много, но, да, действительно много, но она совершенно как бы не структурирована и даже вредна. Поэтому мы всегда, вот, наше движение обращается к профессионалам, такие, как вот сегодня у вас в гостях. Я уточнить хочу, говорит ли вот эта высокая цифра о том, что россияне стали действительно воспринимать отношение к еде более тщательно, в общем, начали подходить к этому вопросу, гарантирует ли это реальное знание? Ну, то есть вот вы говорите, что там 50% ищут информацию в интернете. Она не структурирована, она еще бывает часто противоречива. У нас вот много диетологов было в рамках разных передач на ОСН. Одни, например, вот я спрашиваю про сметану, про какие-нибудь молочные продукты. Они мне говорят, Диана, все это вообще чушь и ерундаш. Сметана не бывает ни 15% ни 20% никакой. То есть все это просто надпись на этикетке. А другие, наоборот, говорят, хорошая сметана – это сметана с невысокой жирностью, например. Вот здесь какой вообще есть баланс или дисбаланс вот этого понимания, что действительно есть правильно и хорошо, а что является недостоверной информацией? Ну, в этом ворохе, я не знаю, в этом цунами информации, которая особенно пошла в ковид, по питанию, как снизить вес, куча блогеров, тиктокеров, я не знаю, лжи, там, врачей. Конечно, информация очень такая большая, она засорена. Но наши функции, наша задача, скажем так, главная, чтобы профессионалы конкретные. Диетологов много. Много тех, кто называет себя диетологами. Это тоже верно, да. Вы понимаете, у нас сейчас много и нутрициологов, да, которые прошли обучение, трехмесячное, три месяца, значит, сертификат, и все, ты готов. Пожалуйста, обратите внимание, что многие люди, которые захотели сейчас заниматься здоровым образом жизни, идут в фитнес-клубы. Я ни в коем случае не хочу умалять работу фитнес-клубов или, например, я не знаю, там, каких-то людей, которые пропагандируют здоровый образ жизни, но каждый из них практически много таких советчиков, которые берут на себя ответственность и говорят, сдайте анализы. Ну, я думаю, что даже Фатимаха Джабурат, он меня дополнит. Сдайте анализы. И сейчас вот по этим витаминам мы вам быстро составим таблицу, что вам есть, что они есть. Но в основном они не знают этого человека, состояние его здоровья, что ему действительно можно, а что нельзя. То есть у нас каждый, получается, сейчас врач, каждый крупный специалист в питании. И это я хочу вам сказать, ну, не страшно, но тревожно, я бы сказала. Хорошо, понятно. Фатимаха Джабуратовна, у нас, у нашей нации, я даже так скажу, особое отношение к еде, нация, которая пережила Великую Отечественную войну, и вот даже я смотрю, когда на свою бабушку, что она выкидывает или что она не выкидывает, что она готовит, как она готовит. Насколько вот эти вот отголоски в нас еще сильны, когда мы говорим о выборе еды, вообще об отношении к еде, и меняется ли это отношение с течением времени? У нас очень правильно поставленный вопрос, потому что он глобально правильный. Мы с вами живем в социуме, живем в семье, и то, что нам передают родители, не только прекрасные голубые глаза, да, как у вас, Диана, но они нам передали черты характера, они нам передали традиции питания. И вот у нас 25 лет в школе есть по правильному питанию в Центре эндокринологии. Я имела честь быть у истоков этой школы, и 25 лет я веду беседы с пациентами, и любую школу такую, я начинаю с вопроса, аудиторию спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто не знает, как нужно правильно питаться? Я бы подняла руку. Не было ни одного человека, потому что вот если вот положить руку на сердце, вы тоже знаете, как нужно правильно питаться. Вы что, не знаете, что не нужно есть картошку фри? Вы что, не знаете, что не нужно есть пережаренное? Вы не знаете, что не нужно есть очень-очень сладкое в компании с жирным? Знаете. И не надо лукавить. Почему вы не соблюдаете? Ну, потому что кажется, что это удовольствие, и не хочется себя лишать, наверное, этого удовольствия. Я бы так описала. Вы правильно сказали, что еда – это удовольствие, это самый легкий способ получения удовольствия, но человек живет в социуме. И хотим или не хотим, мы с вами вынуждены иногда нарушать правила дорожного движения. Так и тут мы нарушаем правила. Да, конечно, потому что так получилось. Потому что надо решить сейчас проблему. Конечно, нарушаем правила, переходя дорогу в неположенном месте, но, конечно, не создавая проблемы окружающим и себе. Так и тут. Когда мы говорим про питание, все знают правила. Но у любого правила есть исключение, потому что. Потому что сегодня вот такая ситуация, так сложилось. С одной стороны. С другой стороны, нам с вами переданы генетические коды. И если мы с вами говорим о питании, мы все забываем, что очень долго наши предки жили в зонах оседлости. До начала 20 века генетическая карта питания, это не я придумываю, это научное исследование, она формировалась веками. Собственно, начало технического прогресса дало возможность миграции, перемещению населению. И вот это перемещение населения, оно, соответственно, несло и смещение генетических кодов питания. Если раньше люди, например, степные народы по одному питались, сейчас ты смотришь, эти люди уже живут в средней полосе России, у них уже больше углеводов, хотя этим степным народам большое количество углеводов не прописано генетическими кодами. Поэтому очень важно понимать, главное, мы все разные. И даже если мы с вами носим одинаковый размер ноги, у нас разная колодка будет. Мы по-разному будем ее надевать, и по-разному мы будем ее ощущать. Так и тут подумайте о своих генетических корнях. И про эту сметану, про которую вы сказали, есть народы, которым не показано, есть большое количество молочных продуктов. Потому что у них не было это, правда, в генетических кодах. Конечно, вы мне скажете, ну жизнь меняется, и у нас какие-то новые продукты, действительно, тоже авокадо, которое пришло к нам в жизнь, оно не было в начале 20 века, да, у нас на столах, у наших предков на столах. Действительно прекрасно, когда есть новые продукты. Но если говорит вот какая-то там модная девочка, блогер, говорит, все, я сейчас вас научу правильно питаться, я прочитала одну сакральную книгу, в которой что-то написано, да, ну тут, конечно, поднимается вот это вот, как у врача у меня поднимается гнив, потому что слово биохакер, но я воспринимаю как плохое слово. Что такое биохакер? Он взрывает собственное здоровье, да? Он ломает собственное здоровье. Но он испытывает его, мне казалось, в первую очередь. То есть он реально ставит эксперимент. Скажите, пожалуйста, если я вам дам элект... Может, вы были отличницы по физике? Нет. Хорошо, уже хорошо, что вы не отличница. Я вам даю схему электрической разводки в доме. Вы честно пойдете сделать электрическую разводку в доме? Вы себе разведку по свету сделаете, и потом включите ток по этому свету? Вы сделаете это? Ну, хорошо, не сделаю. Нет, вы не сделаете. А почему мы берем на себя такую ответственность или отдаем в руки непонятно кого собственное здоровье? Ведь питание – это самый главный внешний средовой фактор риска. Понимаете? Из всех 69, начиная с частоты воздуха, я не знаю, внутриутробного развития, стрессовый фактор, из всех внешних средовых питание заняло на первое место. То есть питание как таковое основа нашей жизни. Это то лечение, которое никогда не поздно и никогда не рано начинать, да? Это то лечение, которое приносит удовольствие. И когда мы говорим про питание, мы с вами это все сужаем к какому-то набору продуктов. А вы очень правильный посыл дали. Новый год, праздник, да? Вот праздник – ощущение праздника. Мы должны с вами обсуждать не просто питание, мы должны обсуждать вкусовые ощущения. Понимаете? Вкусовые ощущения – это не только вот съели жирное или съели сладкое. Ведь вкус, он состоит из множества факторов. Во-первых, как я уже сказала, праздник – ожидание праздника, да? А потом, если я вас спрошу, неважно, кого я спрашиваю, вкус детства. Ведь если Новый год, вы сразу вспоминаете вот это… Монтарины. Монтарины. А если я вас спрошу, вкус детства, какой у вас вкус детства? Вы знаете, у меня очень странный вкус детства. Одним словом. У меня вкус детства – это колбасный сыр. Вот это мой вкус детства. Одним словом, назовите его характеристику. Вот какой он вкус детства? Слово мне скажите, характеристику прилагательное. Соленый. У вас редкий вкус детства. Ольга Владимировна, у вас… Я же говорю, я вас удивлю. Ну, я как эндокринолог могу кое-что сказать, но я сейчас не буду этому эфир говорить. Спасибо. Ольга Владимировна, у вас какой вкус детства? Ну, запах пирогов капустного. Наверное, вот запах пирогов – это ключевая история. Когда спрашиваешь людей, какой вкус детства, они сразу говорят про бабушку, про тёплый вкус, про ощущение праздника и про пироги. Так и ощущение праздника Нового года, да. И, наверное, вот эта бабушка и ваша мама создавали это ощущение праздника. Я против нарушения традиций, честно. Я за традиции. И особенно было исследование, которое показало традиционные блюда, они наиболее жизнеустойчивые в проекции времени. Вопрос другой. Как мы их готовим и модифицируем их? Поэтому, когда мы говорим салат оливье, это всем известная ошибка. Не клали туда, по-хорошему, не надо класть туда колбасу, да. Если хорошо готовить оливье, это полезный продукт. А вопрос времени приёма пищи, вопрос объёма. Даже самый любимый, самый полезный продукт может стать вредным, если вы едите в большом количестве. Да, и возвращаясь к вашему посылу, к новогоднему столу, я думаю, что очень важно вот этот ощущение праздника создать заранее. Можно обговорить меню вместе с семьёй. У нас нереальное хорошее поколение сейчас растёт, молодёжи. О них очень большой объём информации, они многое знают, они многим интересуются. Может быть, создать семейное меню вместе, да, проговорить со своими детьми. Ну, если кто, да, в зависимости от поколения. Поговорить с родителями, может, в обратную сторону, да, не нарушая при этом вкусовые какие-то посылы от бабушки, какие идут, да. Пожалуйста, всех можно уважить. Вопрос времени приёма пищи. Зачем надо садиться в 12 часов ночи, садиться за стол? Это не физиологично. Мы с вами всегда говорим, ужин должен быть за 3-4 часа до сна. Можно сесть за 3-4 часа до сна. Не надо вот такой большой объём пищи. Можно же приготовить что-то интересное, да. Опять же, когда начинаем мы говорить про традиционные блюда, то наша популяция, да, если брать среднюю полосу, то давайте мы вспомним, ведь салат оливье когда пошёл? Да он пошёл недавно, если мы берём в разрезе времени. Какие у нас продукты? Мы забыли свои генетические продукты, понимаете? И если говорить о генетических продуктах, то у нас очень большая интересная история. Это, например, грибы. У кого-нибудь есть грибы? Я терпеть не могу грибы. А бы вас не приучили, знаете? Вас не приучили, наверное. Нет, просто моё детство связано с большим количеством грибов, с разным проявлением. Супы, жареные, консервированные. Ну, давайте мы сейчас не будем сужаться до ваших вкусовых сплестраций. Я просто предлагаю просто скрепы посмотреть генетические свои. Ну, скорее, да. Я бы предложила вернуться к скрепам и подумать, что, в общем, у вас генетическая карта, да, к своей генетической карте. И придумать вот тематический Новый год. Ну, не обязательно упираться в оливье, ну, правда же. Ну, что такое, да? Можно маленькую миску. Можно придумать тематический Новый год. Прекрасно. Понимаете? Придумать какой-нибудь лейтмотив, да, придумать. И это будет интересно. Праздник, ожидание праздника. Потом какую-то интригу создать. Понимаете? Вкус – это не только просто вкус. Это вкусовые ощущения. Запах пищи. Опять же, у нас есть множество трав различных, множество приправ. И долго эндокринологи, и долго эндодиетологи сопротивлялись введению специй. И мы были неправы. Потому что чем больше вот таких вкусовых оттенков, палитров вкусовых оттенков, тем меньше соли человек кладет. А соль – это первый фактор риска из всех диетических факторов риска. Белый яд. Не зря так называют соль, вероятно. Ну, я бы сказала, даже более всеобъемлющий. Это не просто яд. Он не конкретно убивает, он еще является катализатором очень многих, даже глубоко заложенных процессов. Тут я запомнилась о своем слове детства. Про соль. Да, да, про соль. И да, вызывает у меня теперь это сомнение. Я думаю, что имеет смысл обратиться в связи с семейными традициями. Абсолютно точно. К Светлане Андреевне. Светлана Андреевна, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. Действительно, наверное, мало кто станет спорить с тем, что пищевое поведение, оно как раз-таки воспитывается в семье, и у детей оно, ну, собственно, закладывается с самого детства и формируется тоже с самого детства. Но, во-первых, вот вы подтвердите или, наоборот, опровергните, есть ведь и побочные эффекты. Вот, например, вначале мы услышали пример, что девочка с анорексией. Ну, наверняка они там в семье не голодали. Хотя мы не знаем подробностей и, может быть, все, что угодно. Но, тем не менее, даже у тех, кто придерживается правильного питания, сбалансированного питания, не всегда дети вот это вот все подхватывают. Чем обусловлена эта взаимосвязь, почему у нас есть побочные эффекты и как мы их можем избежать? Уважаемые коллеги, добрый вечер. Очень рада вас видеть и очень жаль, что меня нет рядом с вами. Но, тем не менее, я присоединяюсь к вашему разговору и хотела бы сказать, что я действительно абсолютно согласна с тем, что мы все родом из детства. И даже родом из детства не с рождения, а еще до закладки уже формируется вообще, так скажем, пищевое поведение ребенка будущего. Это во многом зависит и от питания отца будущего, и от того, как питается будущая мама. Потому что, вот нужно сказать, что вес в макросоме, микросоме, как будет питаться внутриутробно ребенок, зависит как раз-таки от того, с каким предгестационным. То есть до, на фоне планирования беременности, каким весом была мама. И, кстати, еще и данные о папах, они тоже на сегодня имеют место быть. Поэтому, уважаемые будущие родители, я бы хотела сказать вам, обратиться к вам с тем, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок имел здоровые пищевые привычки, ответственность лежит прежде всего на вас за долго до рождения ребенка. Ну, а потом, конечно, как питается мама, и, знаете, это исследование, которое мы сейчас проводим, оно касается как раз-таки пищевых пристрастий ребенка и то, что зависит от родителей. Вот что на сегодня, да, мы какие данные получили. Посмотрите, вот 60% семьи детей, которые имеют ожирение, ожирение имеется у мамы и у папы, у двух родителей. Нужно сказать, что, нет, я не права, неправильно, 60% от отца завезет. Отец имеет избыток массы тела. Из них 20 только процентов имеют нормальную массу тела, да, кто-то один из родителей. Но обязательно избыток, если у кого-то есть в семье, вот это важно. И еще один момент, который очень важен, но он тоже, так скажем, прослеживается, это то, что у детей, отец, у которых имеет экстернальное пищевое поведение, экстернальное это означает, что он реагирует на вкус, запах, вид пищи. Вот тут же немедленно реагирует, и хочу поесть, хочу вот это вот испытать, да, немедленно. Экстернальное пищевое, внешние раздражители, да, реагируют. И нужно сказать, что из 40% мам, в том числе, практически больше даже половины, да, мам имеют ограничительное пищевое поведение. И таким образом, смотрите, папа с внешними раздражителями, да, с другой стороны, мама, которая все время думает о том, что же, да, что же нужно поесть, чтобы похудеть. И мы имеем две крайности, да, у детей, и это все, опять же, с внутриутробного развития, это, опять же, после рождения. И те пищевые пристрастия, которые мы с вами имеем, они заложены в нас буквально, опять же, эмбриональный, детальный пиет, и первые три года жизни ребенка. Вот первые три года, те, которые потом будут влиять на то, как мы будем питаться в последующем. Да, в последующем тоже будет играть в социум, но общество влияет уже, да, оно тоже будет влиять, кто рядом с ним, одноклассники, кто рядом, друзья. Но, тем не менее, мы тоже понимаем с вами, что это тоже, да, тоже будет влияние, но в основном это первые три года, и это, конечно, родители. Итак, с одной стороны, папа, который реагирует на внешние раздражители, с другой стороны, мама, которая все время ограничивает себя. И мы понимаем, что будет две крайности. С одной стороны, это будет пример, да, для ребенка, что он будет, опять же, так же, как отец, реагировать на внешние раздражители, а с другой стороны, он будет все время думать о том, а уж как же, что же вы мне съесть, чтобы похудеть. И это опять крайность. Будет либо избыток веса, либо это будет, опять же, ограничительное пищевое поведение, которое может привести к нервной анорексии. То, с чего начала разговор Ольга. То есть это действительно крайности, которые опасны, которые зависят, опять же, от родителей, от их поведения, от их осознанности. И вот если мы говорим об осознанности, наверное, я бы больше акцент сделала на сегодня, как изменить питание так, чтобы быть здоровым, да, чтобы не прибавлять в весе, чтобы даже, может быть, снизить массу тела. Ведь, по сути, разумный человек, он не должен все время думать о том, что, сколько и когда ему съесть. Он это должен иметь закрепленным уже из семьи, правда? То есть вот этот выбор продуктов, пищевые пристрастия, да. То есть мы с вами вот на сегодня должны акцент делать на наше будущее поколение, на наших детей, которые уже завтра, да, послезавтра станут родителями, на то, как они должны правильно питаться. И я считаю, что здесь, опять же, закладка с образованием. То есть у нас нет вообще занятий, у нас нет таких каких-то, да, ни в высшем образовании, ни в среднем, ни в детском саду. Нам не рассказывали никогда, а как же правильно питаться, какие продукты нужно выбирать, чтобы ребенок нес эти знания в семью, да, тем родителям, которые, может быть, об этом не знают. Вот, наверное, вот сюда я бы сделала акцент для того, чтобы перед дорогой. Скажите, пожалуйста, если мы, ну, давайте вот примем за факт, что у нас все в семье хорошо. У папы баланс, у мамы баланс, ребенок тоже сбалансирован, хорошо питается, пищевые привычки у него здоровые и правильные. Он растет, ну и, допустим, вырастает до 10 лет. Мы сегодня живем с вами век масштабной цифровизации, информатизации, век широкой рекламы, вездесущей. Чаще всего мы видим, как нам рекламируют очень вкусные чипсы, очень вкусные конфеты, очень вкусную газировку. Ну и мы просто не можем себе отказать в том, чтобы это не попробовать. И ребенок идет к родителям и говорит, мама, ну, пожалуйста, ну вот все уже в школе попробовали, и только вот ты мне запрещаешь. Насколько вообще вот этот фактор рекламы и того, что нам пытаются продать без нашего желания это потреблять, является важным и влиятельным действительно? И что мы с этим можем сделать на практике? Опять же, я абсолютно с вами соглашусь с тем, что влияние рекламы, оно значимо, и средства массовой информации, безусловно, безусловно, оказывают мощное воздействие на людей. А вы, папа, помните, с экстренальным пищевым поведением, да? И здесь же стоит мама, которая с ограничительным пищевым поведением и говорит, что-то, что-то этого никогда нельзя делать и никогда этого нельзя покупать и даже пробовать. Ну, то есть я, честно говоря, тоже не представляю себе, если такая мощная реклама идет, да, и ребенок будет говорить о том, что, ну, дайте попробовать, ну, дайте попробовать ребенку в конце концов. Я считаю, что это нужно делать для того, чтобы сказать, ну, да, вот ты попробовал, ну, да, вот какого оно вкуса, да, какого оно там, какого оно цвета, как оно пахнет. Ну, попробуй, хорошо, но ты должен понимать, что, да, попробовал, понял, ощутил эти вкусы, но если ребенок до 10 лет к этому не приучен, по сути дела, да, ну, когда-то он это начнет пробовать, он все равно не будет выбирать этот продукт, как продукт, который будет правильным для него. Ведь в 10 лет он уже осознанно понимает, что воспитанный правильно, что этот продукт не принесет здоровье, да, что нельзя пить колу по 2 литра в день и больше, да, так как у нас, у наших больных это бывает, что нельзя есть пачками чипсы, это не приведет к здоровью абсолютно. То есть то, что ребенка можно держать под колпаком и, так скажем, ну, защищая его, что нельзя под страхом смерти, я считаю, что это тоже ограничение не очень правильное. Ведь он может прийти в конечном итоге к другому выводу, да, мне всегда запрещали, а сейчас я хочу, потому что у меня есть на это деньги, я это буду делать и буду есть на злого. Это ведь тоже реакция, вот здесь нужно уметь, опять же, договориться, объяснить правильно ребенку, да, и, конечно, показывать это примером, показывать примером, на мой взгляд. Спасибо, Светлана Андреевна. Да, пожалуйста. Вы сказали очень два правильных продукта, и я вот сейчас их раскрою. То есть мы с вами говорили про вкусовые ощущения. Что делает реклама колы? Вот сейчас… Вызывает жажду. Нет. Молниеносно. Вот представьте сейчас Новый год. А, вот Дед Мороз, праздник, ожидание, праздник. Чудо. Да. Это красиво, это ярко, это ощущение сказки. А что делают чипсы? Они создают некую интригу. Яркий пакет, шуршащий, хруст. Ведь хруст – это тоже один из сильных, да, ощущений вкусовых. Яркий, сильный, соленый вкус. Понимаете, когда мы говорим, что это не здоровая пища, а у ребенка уже есть в голове сформированный праздник, ожидание праздника. Я думаю, что надо дозировать. И у нас есть даже в школе питания занятие посещение фастфуда. Вот вы сказали, действительно, ребенок в социуме живет, они все пошли в Макдональд. Если он будет говорить, что нет, 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 я не ем, он выглядит, как белая ворона. Можно просто научить, как из этой ситуации выходить. Он заказывает себе, я не знаю, там, бургер, скажет, ой, вы знаете, я не очень люблю майонез, у меня на него аллергия. Никто из сверстников не будет смеяться, правильно, аллергия или не аллергия. Есть такие, как молодежь говорит, лайфхаки, которые родители могут аккуратно передать. Но тут надо завоевать, да, вот это абсолютное доверие. Когда приходит ко мне, извините, мама 150 килограмм, папа 140 килограмм, и начинает ругать у меня в кабинете своего ребенка, что он ночью встает и достает сосиски из холодильника, знаете, у меня гнев поднимается внутри, я хочу защитить этого ребенка. Откуда эти сосиски в холодильнике? Понимаете, и если они ему сами не пример, как они могут требовать от ребенка правильного поведения. Или, например, говоришь, уберите чипсы, на что мама говорит, а как папа будет смотреть футбол без чипсов? Вот, я чувствую себя в этой ситуации. Смирологный стереотип, да? Да, абсолютно стереотип. И тут настолько много факторов, когда человек, ну правда один в поле не воин. И этот ребенок, который, у него гормональные всплески, у него проблемы, он хочет завоевать положение друзей. А потом, знаете как, вот мы воспитывать должны все-таки внутренние лидерские качества у своих детей, чтобы они слушали, его, да, окружение слушало, не он слушал, не он был ведомый. А он скажет, ой, ребят, слушай, так здорово. И если мы воспитываем вот эти внутренние его лидерские качества, то толпа за ним пойдет. Понимаете, не он за толпой пойдет. Это настолько многогранно, это очень сложно. Просто еда – это один из компонентов. Утверждение среди сверстников, получение удовольствия, уход от проблем. Просто еда – это самый легкий способ, как я уже сказала, получения удовольствия и решения каких-то внутренних конфликтных ситуаций. Эмоциогенные нарушения пищевого поведения экстернальные, еда за компанию. Или вот просто человеку плохо, да, он хочет съесть что-то, чтобы ему стало лучше. Вот это осознанный даже выбор десерта возможен. Плохо потому, что ты истощен, у тебя нет энергии. Или плохо потому, что, ну, тебе надо как-то выплеснуть эту энергию. Понимаете, вот настолько плохо, что ты агрессивен. Агрессивен. И это тоже разный выбор десерта, вы знаете, можно разрешить. Осознанный выбор продуктов заключается не в ограничении, не в запрете, а в том, чтобы человек сам выбрал. Если ему плохо, ему эмоциональный дискомфорт, и он, правда, вот истощен, и надпочечники не работает, то ваша формула соленого, кстати, срабатывает. Но тут, если выбор десерта, то это будет скорее кислый, да, лимон, что-то такой яркий вкус. А если вот он агрессивен, и вот он, вот, вот он поругался, и вот еще осталось, пусть он возьмет себе шоколад. Теплый, обволакивающий, горький шоколад, и только правильно, опять же, потребление этого десерта. Вы знаете, вот эти какие-то формулы правильного поведения, осознанного выбора любого продукта и любого блюда в меню, этому тоже надо учиться. Да, все не дается просто так. Ольга Владимировна, я попыталась вычленить среди комментариев пользователей наших самый, ну, наверное, более распространенный миф, что ли, по поводу здорового питания. Именно здоровое питание – такая была формулировка. И я поняла для себя, что большинство сводится к тому, что все считают, здоровое питание – это очень дорого. Я знала, что такой вопрос будет сегодня, скорее всего. Насколько это реально соответствует действительности или это заблуждение? Ну, еще говорят, что здоровое питание – это невкусное питание. Да, да, это вот вторая строчка, наверное. Знаете, по поводу, если мы будем следовать определенным советам и под здоровым питанием подразумевать, что у нас на столе утром должно быть, знаете, паштет, я не знаю, как там, из авокадо, из каких-то тостов, я не знаю, там, заморской какой-то травы. И очень мне нравится история, попросите рассказать всему, Хаджи Мурат, ну, кокосовое масло или, значит, еще чего-то такое. Да, это действительно дорого. Это, ну, первое. Да, то, что… Но лишнюю… Смотрите, как у многих есть даже натуральное хозяйство. Страна наша огромная. Прям вот, ну, она огромная. Мегаполисы – это питание совсем одно. Мы пока сидели в период ковида, ну, практически все мы с вами, скорее всего, еду заказывали. Ну, там, если… Или продукты заказывали. Да, и, естественно, многие заказывали вот эти вот всякие, скажем так, и чипсы, и когу, и все остальное. Если мы посмотрим все-таки то, что не в мегаполисах, а ближе к регионам, где сами люди все выращивают, имеют натуральное хозяйство, но это прекрасно, когда у них есть свои продукты на столе, но дорого-недорого, но лишнюю ложку сахара в чай класть не нужно. Уже хотя бы начать с этого. Понятно, что если мы сейчас политически начнем задавать эти вопросы, что у нас цены на морковь выросли, да, там, на мясо, на рыбу. И когда мы идем к диетологам, к врачам, и мы спрашиваем, они говорят, столько вот мяса, столько-то рыбы, столько-то овощей. А все начинают говорить о том, что да, это безобразие, да, вы говорите, а мы этого не видим. Но тут есть, конечно, некоторые издержки нашего времени и, может быть, то есть ситуации, в которой мы находимся, я не могу не согласиться, что некоторые продукты действительно недороги. Но в то же время соблюдать правильное питание надо начинать с себя и хотя бы посмотреть, что лишнее у тебя на столе. По крайней мере, вот смотрите, Новый год, и если мы сейчас ко многим зайдем в семьи, да, мы увидим, что та же селедка под шубой и тоже оливье плавает в майонезе. Просто плавает. Вот, ну давайте хотя бы чем майонез, или уменьшим, да, количество, ну это, думаю, мы в конце, наверное, про это поговорим. Или чем-то разбавим. Мне кажется, самый хороший способ – это просто самому приготовить майонез. И можно им тогда обмазываться и есть, и что угодно. Ну да, обмазываться не стоит, потому что, если правильно приготовленный майонез, это абсолютно жирный продукт. Хорошо. Но мы с вами договорились, что важна мера, да? Важна мера и понимание, из чего создан продукт. Все натуральные продукты без консервантов имеют одно очень явное качество. С ними быстрее насыщение происходит. Если хороший качественный продукт, не надо много придумывать, да, всяких там способов его приготовления. Чем меньше мы готовим продукт, чем меньше мы его обрабатываем, ну я не беру, там, вопрос, там, термические, там, мясо, не мясо, но чем меньше мы манипуляций проводим над продуктом, ведь на самом деле самая правильная пища – это высокая кухня. А высокая кухня, у нее задача какая? Максимально открыть вкус продукта. Дифлопе. Да. И получается аудентичные продукты в пределах, то есть самая высокая кухня в пределах практически двух километров в зоне проживания. Ну, мы не берем мегаполис, мы берем какую-то, да, зону проживания среднюю. И рассказ, рассказ, как этот продукт может работать, да, и сезонность продуктов очень важна, мера, время приема пищи, да, и ритм приема пищи. Это основная задача, если мы говорим о питании, но мы с вами проговорили, очень много сейчас говорим, говорим о питании. Я все-таки возвращаю вас опять же к тому, что мы все разные. И каждый должен открыть свой стиль питания. Свой стиль, тот, который характерен для вас, который вам органичен, который не претит вам, потому что у вас есть… Вот стиль одежды, правильно? Стиль поведения. Та же самая история со стилем питания. Тот, который полезен вам, конкретно вам. Не Настя, которая прочитала книжку про питание, которая хочет вам открыть сакральные знания, а конкретно вам, поэтому это все решается с врачом. Если мы берем какой-то новогодний стол, то, мне кажется, вот интригу надо создавать. Да, мы с вами договоримся все-таки. Очень хочу вас вернуть к вкусовым ощущениям, да, что должен быть запах, вид. И когда Ольга Владимировна говорила, что дорого, вы знаете, когда я анализирую дневники питания своих пациентов, очень интересно бывает читать. А сейчас есть гаджеты, можно в гаджетах, но когда они пишут от руки, это вообще супер, потому что вот такими буквами огурец, помидор, петрушка какая-то, там листик петрушки. И маленькими-маленькими буквами там слово «сосиска» с мягким знаком. Я говорю, это что такое с мягким знаком? Как я сосиска обзову? Или, например, торт. Читаешь, один день торт, второй день торт, третий день торт. На четвертый день я уже начинаю возмущаться, уже листает этот дневник питания. Говорит, что вы предлагаете выкинуть? Вопрос в том, что все-таки осознанность питания – это первое. Второе – формирование своего стиля питания. Про дорого или дешево, вы знаете, листовые овощи – это очень дешево. Кто не может себе купить пучок петрушки и пучок укропа, объясните мне? Все равно скажут дорого. Не скажут. Скажут столько-то рублей стоит уже сейчас килограмм петрушки, особенно под Новый год. Ольга Владимировна, никто… Ну, я думаю, что можно заменить луком. Никто не сказал, нет, зеленые листовые овощи – это то, что должно всегда быть на столе. Ну, претензии, конечно, к здоровому, когда говорят, правда, о здоровом питании, то, что говорят, дорого практически. Вот лично я, как не врач, а просто человек, который, ну, общается с населением по поводу каких-то проблематичных вещей, да, это постоянно звучит. Это отговорка. Ну, это постоянно звучит. Я, как еще раз сказала, ну, давайте посмотрим. Да, где-то, когда мы говорим об авокадо и кокосовом масле, может быть, и они смотрят на блогеров, которые, на девочку Машу, которая такая вся красивая и накрыла свой стол, и, значит, там такие продукты, то, может быть, да, говорю, это дорого. А если мы говорим о простых продуктах, доступных, все-таки, ну, такой ценовой… Да, они выросли в цене, выросли в цене сейчас овощи, все, но это такое более… Но это вне зависимости, здоровое это питание или нездоровое, это продукты выросли в цене. Да, да, продукты выросли в цене. Но, по крайней мере, я еще раз говорю, что, значит, ну, как это называется, дешево-дорого, хотя бы ложку сахара не докладывать в чай. Уже будет хорошо, начнется себя. Ольга Владимировна, вы сказали про мясо, и я хотела вам сказать про то, что… Что можно заменить. Красное мясо нужно есть не больше, чем один раз в неделю. Потому что, как фактор риска, опять же, по исследованиям, все, что я говорю, я… Подводки у меня есть научные, мы не будем сейчас эти ссылки приводить. Но нам по научному исследованию было, как фактор риска, употребление красного мяса 23 грамма в день. 23 грамма в день. Это 150 грамм в неделю, понимаете? Мы не просим есть, врачи не просят есть каждый день красное мясо. У нас есть определенный набор продуктов по белкам, которые человек должен обязательно потреблять. Обязательно один яичный белок – это недорого. Обязательно 100 грамм творога. Обязательно. И тогда мы закрыли норму по белкам животного происхождения, а дальше белки растительного происхождения. Кто сейчас ест в таком, как рекомендуют врачи, 2-3 раза в неделю фасоль или бобовый? Никто практически. Да, кстати, а бобовый. Просто у меня есть, да, 25-летний опыт анализа дневников питания. Вот видите, мы сегодня разобрались. Это прям ящик Пандоры, ваши дневники питания, честное слово. Хорошо, у нас заканчивается время. Программа называется «Стоит задуматься», еще раз напоминаю. И в конце каждой передачи я прошу наших гостей по итогам всего сказанного акцентировать внимание на том, на чем, на ваш взгляд, должны сосредоточиться наши зрители. Мы с вами сегодня говорим об осознанном, сбалансированном, здоровом питании. Было много всего сказано. Но давайте выделим какой-то один пункт, который действительно, на ваш взгляд, считается крайне важным. По полминутки буквально на каждый комментарий. Светлана Андреевна, давайте с вашего комментария начнем. С моего комментария. Ну, наверное, комментарий будет следующий. Несмотря на то, что, да, Новый год – это застолье, но Новый год – это прежде всего общение. Это общение, да, действительно, оно связано с едой. И еда в этот праздник, она должна объединять. А это значит, сделайте так, чтобы всем было комфортно за столом готовить вместе блюда. Пусть эти будут блюда традиционными, но помните о том, что не нужно есть поздно, не нужно переедать, не нужно ставить много майонезных салатов. И пусть это будет вечер, который принесет вам действительно новые какие-то вкусовые ощущения, подарит старую память о своем детстве, да, но в то же время объединит вашу семью. И последующие дни Нового года, да, 2-е, 1-е января, как дали, чтобы эти дни были очень активными, радостными, веселыми, чтобы вы были на лыжах, на коньках, а не сидели за столом, да, все эти 10 дней праздника. Спасибо, Светлана Андреевна. Ольга Владимировна, пожалуйста. Ну, мне бы хотелось пожелать в преддверии Нового года, конечно, как всегда, здоровья, здоровья, здоровья. А здоровье у нас формируется многими способами, ну, в том числе и правильным питанием. Я хотела бы, чтобы на вашем столе всегда было сытно, но полезно. Чтобы вы собирались вместе за своим столом, и, как уже сказала Светлана Андреевна, именно готовили все вместе свои, свои, как бы, коронные блюда, семейные коронные блюда, и пускай они принесут вам здоровья больше, ну, и я не знаю, как вот пожелать вот такого к новогоднему столу больше. Но, если честно, хотелось бы сказать, что не надо начинать с Нового года, начните завтра. Завтра. Или хотя бы сегодня вечером. Просто не положите лишнюю ложку сахара. Да, ложку сахара. Да, 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 пожалуйста. Это я точно с собой. Спасибо большое, Фетима Ходжбаратовна. Спасибо большое, что вы нам дали возможность высказать свое мнение, свое видение. И мне кажется, стоит задумываться каждому из нас о том, что правда, здоровье – это основа. И вот сегодняшняя ситуация еще раз доказала всем нам, что самое главное в жизни – здоровье. И нам с вами еще показалось, что это роскошь человеческого общения. И, наверное, правда, как сказала Светлана Андреевна, новогодний стол подарит нам эту роскошь, нашего вот такого камерного семейного праздника. И нам стоит задуматься, чтобы каждый из нас имел свой стиль питания. Спасибо большое. Спасибо всем участницам нашего сегодняшнего разговора. Я надеюсь, что многие советы будут услышаны и приняты во внимание. И хочу пожелать, чтобы вы следили за своим здоровьем и, самое главное, заботились о нем. Это была программа «Стоит задуматься». Меня зовут Диана Кобракова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!